Гарантия пять лет, а фонари и год не простояли в целости и сохранности. Столбы освещения, установленные вдоль пешеходных дорожек прошлым летом, приходят в негодность. Фонари имеют отслоение лакрашенного покрытия. Есть плохо закрепленные опоры. Видно, что некоторые столбы дали крен, на некоторых не хватает крепежных элементов. Замечания такие вопиющие. Мы в обязательном порядке все это зафиксируем. Представители Балаковского филиала АУ «Апатит» регулярно выезжают на объекты, которые были благоустроены на средства компании «Фосагра». Но они и не предполагали, что замечания придется делать по поводу фонарей, которые были установлены совсем недавно. Есть версия, что подрядчик мог допустить нарушения, закупив оцинкованные фонари и покрасив их краской не по технологии, самостоятельно или при помощи субподрядчиков. Отсюда и отслоение покрытия. Подрядчикам утверждалось, что они были собраны на заводе и покрашены вместе с привернутым болтом. И в момент, когда они отворачивали для того, чтобы смонтировать, вот эти сколы образовывались. К тому же главный архитектор Балаковского филиала АУ «Апатит» Александр Никулин заметил, что закладные для столбов не заводские. Поэтому и крепление не везде совпадает. Из-за этого почти половина установленных фонарей наклоняются, как березки на ветру. Такого быть не должно. Проинспектировали и ещё один объект, отремонтированный в прошлом году на средства Фосагра. Доска почёта тоже стала предметом для публикации в СМИ. Журналисты обратили внимание, что на поверхности проступают белые пятна, а из швов выступает слой цемента. Возможно, было намыкание самого материала. Используют, соответственно, какие-то классификаторы в бетоне и в растворе. Мы видим, как замечание устраняется. Устраняется это механически. Дополнительно он должен пройти, обработать швы. Александр Никулин говорит, что ещё на протяжении двух-трёх лет на поверхности будет выступать соль. И её нужно регулярно убирать, чтобы белые разводы не портили внешний вид. Этим, кстати, и занялись рабочие после публикации в СМИ. А вот почему представители администрации БМР, которые ежедневно ходят на работу мимо доски почёта, почти год не обращали внимания на эту проблему, непонятно. Мы, как заказчик, будем смотреть, контролировать ежегодно качество выполнения работы. И будем, соответственно, обязывать в рамках гарантийных обязательств, чтобы данные замечания принимались и справлялись. Осмотрели проверяющие и ещё одно знаковое место Балакова – территорию возле памятника участникам пяти всесоюзных ударных комсомольских строек. На средства Фосагра здесь обновили плитку, привели в порядок стелы с информацией о годах и объектах строек, заменили ограждения по периметру. Для балаковца Геннадия Ермолаева этот памятник – место памяти. Ведь и он был участником тех масштабных событий. ГЭС достраивал, хим, это волокно достраивал с нуля, химзавод, БХЗ тогда был, с нуля построил полностью. Атомную начинал, первый кирпич закладывал. Вон, я показываю, с меня делали, я сварщик, 47 лет. По мнению Геннадия, у памятников дополнения к фонтану неплохо было бы посадить цветы. Благо, что места для клумб здесь предусмотрены. Да и людям, считает строитель, нужно бережно относиться к тому, что сделано для их комфорта. Кстати, в сквере возле Олимпа, который был благоустроен в 2021 году, тоже при поддержке Фосагра. Молодые ребята, каким некогда был Геннадий Ермолаев во время комсомольских строек, помогают поддерживать порядок. Сломанные были качели здесь, мальчишки сами приходили, ремонтировали. Потому что, наверное, где-то месяца два-три они не работали, мальчишки сами инструменты свои принесли, отремонтировали. И территория благоустроена здесь, убирается чисто. Нам нравится. В этом году химики в очередной раз выделили 100 миллионов рублей на благоустройство Балакова. А в предыдущие три года ещё 370. На эти средства приводятся в порядок скверы, парки, общественные территории. Если вы увидели некачественно выполненные работы, сообщайте об этом в администрацию района, чтобы недостатки были устранены как можно быстрее. Комфорт и чистота в Балакове зависят от каждого из нас.